Мы с вами, во-первых, находимся в здании типографии Московского университета. И о нашем здании писал Галеровский. Самые грязные окна на Дмитровке. Ну, в общем, прошло 50 лет, окна также, так сказать, есть сложности для набора. Библиотеке нашей, изданию этому 210 лет, библиотеке нашей 123 года, настоящая возле Петербургской театральной библиотеки страны. За 123 года у нас всего лишь третий директор, что уговорит, так сказать, о высоком стиле наследования, передачи культурного учреждения, в прямом смысле, из рук в руки, начальник Вячеслава Петрович, который 55 лет уговорит нашей библиотекой. Здесь собрана вся история русского зарубежного театра. За последние 100 лет нет ни одного исследования театрального, которое бы каким-то образом обошло нашу библиотеку. Потому что за эти годы мы собрали 500 тысяч единиц хранения, ну, примерно 500 тысяч единиц хранения, и, самое главное, 7 миллионов карточек справочного библиотекического каталога. То есть всю историю театра, там, литературу, литератроведение, история, философия и культурология, это все вокруг театра, потому что это дискуссистентетическое, как мы с вами знаем. Здесь все соразмеряется с другим, соотносится, и всегда приглашаем, всем можно воспользоваться, там, электронными справками, просто прийти и посмотреть весь контекст, перебирать вот эти бумажные карточки, потому что сохранено на бумаге. У нас есть архивы, рукописи, у нас есть филиал. Вы знаете, это вот самым редким экземпляром, который мы храним, потому что, скажем, Сухово Кабулин, драматург, он жил напротив, и здесь у нас в типографии печатался. И нам достались, ну, красными петями, в общем, по наследству, нам достались его пьесы, с его рукой сделанные, там, фонеты или марки, может, дальше. Вот, например, скажем, вот такая у нас есть редкость, дарственная надпись, которая, вот эта дарственная надпись, как предмет изучения, она говорит о том, что была ее фамилия, вот этой знаменитой актрисы, все-таки Жюльова, а не Жюльова. Ну, это я к тому, что книги с автографами, книги с посвящениями, редкие режиссерские экземпляры, это все ценности, которые мы храним. Это я просто хвастаюсь. Вот, можно дальше. Ну, это вот, это тоже, так сказать, рука Сухово Кабулин. Здесь печатался Толстой, здесь печатался Трубилев, все они сюда приходили, и там длинные, естественно, те, кто печатались в московской гипографии. Так что мы не зря, не зря в этих сводах. Это экземпляр пьес с пометами, здесь только одна картинка, с пометами Мейрхольда. Да, можно дальше. Ну, это вот, так сказать, да, а вот эту фотографию, Блаклова скажу только для примера. Когда нам передали, когда нам передали эту фотографию, просили установить всех изображенных, мест, это было целое, так сказать, разыскное дело. И благодаря тому, что в одной локации и библиотека, и архив, и музей удалось, так сказать, всех восстановить, с датами, так сказать, удалось восстановить, где это проходило, по какому поводу. В общем, вот, можно дальше. То есть библиотека, в данном случае, документный текст выступала. Это у нас идет аудиоспектакль, на который тоже всех приглашали, он в наушниках, основанных на реальных данных, на реальную историю вокруг имени Миле Хольда. Просто скриптартизм. Это еще одна редкость. Это мы, то есть, материалы не лежат, когда есть возможность, мы все это издаем. Можно дальше. Это дневник Алисы Коуны, Коуны, который тоже находится у нас, и который мы переиздали. С комментариями, да, вот эта страничка. Это тоже переизданные всяческие библиографические лентности. Что я хотела сказать, что важно, потому что конференция затрагивает вот эту проблему цифровизации, и здесь мы должны понимать, как осторожно нужно подходить к этому моменту, что сохранять. То есть нельзя разрушить все и создать новое. Мы должны сохранить и то, и другое. И еще проблема. Если мы, например, начинаем, вот наша проблема, да, если мы начинаем цифровать что-то, из чего мы исходим? Что мы начинаем? Нацифруем каталог или персону. Если персону, то как? Начиная с карточек, или начиная с книг, или начиная с вырезок. То есть вот здесь, или вокруг персоны, или в нашем случае, или вокруг театра мы это формируем. То есть это все пока для нас, какие вопросы, на которые мы получим. Ответа нет. И хотелось бы, говоря о цифровизации, быть очень-очень аккуратными. Причем процитировать. Хочу процитировать, да, прошу. О том, что, говоря о традициях, он сказал, традиции – это передача огня, а не возвращение к пеплу. Вот хотелось бы, чтобы при обращении к цифре у нас не было в очередной раз сброса, так сказать, к цифру для современности. Потому что, ну, мы знаем эти примеры, да, и здесь должны быть очень-очень аккуратны. И что касается уличного театра, у нас есть картотеки в библиотографическом кабинете, и есть книги в систематическом каталоге, и расписаны. То есть, когда мы занимаемся, например, скажем, репертуаром, в данном случае, ну, какого-то балагана, кукольного театра, уличного театра, мы тоже должны помнить о том, что материалы есть, есть репертуарные сборники, начиная еще там с 20-х годов. К этому тоже исторически можно развернуться и использовать, в общем, так сказать, переработать и использовать. Вот на современном этапе я вас приглашаю, буду очень-очень рада видеть и желаю хороших людей. Спасибо. Мы немножко изменили порядок.